Всем привет, с вами канал Мистери. Хочу напомнить, чтобы вы не забывали подписываться на канал. Кнопочка подписаться есть под видео. Почему Александр I отказался присоединять Гавайи к России? На острове Кауаи, входящем в гавайский архипелаг, можно посмотреть развалины русского форта Елизаветы, как он здесь называется. Из более подробного изучения выясняется, что на острове когда-то были еще два русских укрепления, названных в честь Александра I и Барклая де Толли. Гавайские острова после открытия их в 1777 году английским мореплавателем Джеймсом Куком, который там же и погиб, довольно скоро привлекли внимание европейских и североамериканских предпринимателей. На островах произрастало сандаловое дерево, каковля которым приносила хорошую прибыль. Само собой разгорелось и соперничество за Гавайи. Даже в первобытных племенах есть политика, а аборигенов Гавайев уже никак нельзя было назвать первобытными. Хотя железы они узнали только от европейцев и быстро оценили его качество, а очень скоро освоили огнестрельное оружие, но гавайцы занимались земледелием, и среди них уже шла борьба за главенство над всем архипелагом. Европейцы начали поддерживать тех туземных вождей, которые были готовы предоставить им наибольшие привлегии в разработке ресурсов островов. В то же время в конце 18 века для заведования русскими владениями в Аляске была основана российская и американская компания. Довольно скоро она занялась колонизацией не только Аляски, но и некоторых сопредельных земель на севере Тихого океана, Калифорнии, Курильских островов. В 1813 году в Аляске появился немецкий естественный испытатель барон Георг Шефер. Он прожил довольно авантюрную жизнь. Эмигрировал в 1809 году в Россию, был магистром масонской ложи, помогал своему соотечественнику Францию Лепиху строить управляемый аэростат для бомбардировки войск Наполеона. Затея закончилась провалом, кстати. Потом решил податься на поиски счастья на море. Неизвестно, что в точности произошло. Судно с воров, когда оно приплыло на Брусскую Америку, Шефер был списан на берег как лицо нетерпимое. Должностные лица в Новоархангельске, ныне Ситха, радушно приняли ученого мужа и взяли его в компанию врачом и хирургом. С течением времени Шефер стал выполнять поручения более ответственного характера. Осенью 1815 года Шефер был послан агентом РАК на Гавайи на американском корабле Изабелла. С ним находились несколько вооруженных служащих компании. Задача миссии заключалась в том, чтобы вызвали захваченный отрезентами корабль РАК Беринг. Сначала Шефер прибыл договариваться об освобождении судна и возмещении убытков Камеха, который называл себя Верховным Королем Гавайев. Но довольно скоро понял, что его титул ничего не значит. На каждом острове были свои суверенные вожди. Беринг потерпел крушение на острове Куаи. В мае 1816 года Шефер направился туда. Куаи – самый дальний от Гавайи большой остров Гавайского архипелага. Его вождь Каумулапи правил им вполне самовластно, только на словах признавая владычество Камеха-Меха. Переговоры Шефера с вождем протекали исключительно успешно. Каумулали не только согласился безвозмездно вернуть судно вместе с грузом 21 мая 1816 года, он в торжественной обстановке принес присягу на верность императору и самодержству всероссийскому. Шефер составил от лица вождя письмо к Александру I с просьбой о принятии под российский протекторат. Каумулали поставил под письмом свою печать. Шефер развернул бурную деятельность с размахом на будущее. Договором от 1 июня 1816 года король острова Куаи предоставил рак-монополию на торговлю с сандаловым деревом. Кроме того, он выделил Шеферу 500 своих подданных для всяких работ. С их помощью были построены три русских укрепления на острове. Главный из них каменный Шефер назвал именем супруга Александра I императрицы Елизаветы. Оно было поставлено в устье речки Вайме, переименованной предприимчивым немцем Волгу. Шефер дал всем топонимам на карте Куаи русские и немецкие имена. Два других укрепления, названных выше, были простыми зелеными валами. Их остатки не дошли до наших дней. Подданные Каумулали построили также укрепления на другом острове, принадлежавшем Камехамеха. В сентябре 1816 года купленный Шефером для рака у США Брик Эйвон отлыл в Новоархангельск с подлинниками соглашений между Шефером и Каумулали. К ним Шефер присовокупил просьбу прислать к Гавайи по меньшей мере два русских военных корабля для подкрепления русских прав на остров. Правитель Русской Америки Александр Барнов испугался самоуправных действий своего подчиненного. Он аннулировал сделку о покупке Эйвона и направил на Куа и приказ Шеферу воздержаться от дальнейших действий по закреплению острова на русское владение. Правда он направил полученные документы в Санкт-Петербург, где находилось правление компании, но ответа оттуда пришлось бы ждать больше года. Иностранные предприниматели поначалу побаивались Шефера, полагая, что у него за спиной могущественный русский царь. Многие европейцы и американцы поступили к Шеферу на службу. Узнав же, что рака оставила своего агента без поддержки, они приступили к врожденным действиям. Особенно старались американцы. Сначала они настроили Камехомеха против сепаратиста Коумулали, жители Куаи были вытеснены из владения Верховного Короля. В марте 1817 года Гавайям подошло 4 американских торговых судна. Их экипажи вместе с вооруженными подданными Камехомеха высадились на Куаи и начали разорять поселение островитян. К белым служившему Шеферу они направили ультиматум – оставить русского агента. Большинство послушалось. Островитяне перестали надеяться на русских, так как обещанная помощь к ним не приходила. Запертый с горской приверженцев в крепости Елизаветинской Шефер в июне 1817 года согласился на почетную капитуляцию. Ему и служащим компанией было позволено уплыть на судно фраг Ильмень и Мирт Кадьяк, стоявших на Гавайях. После их эвакуации русские укрепления на Куаи были срыты. Тем временем в Петербурге, еще не зная о драматических событиях, развернувшихся на Гавайях, принималось роковое решение о судьбе русских колоний в Тихом океане. Правление Арак руководилось тем же принципом, что и ее губернатор на Аляске. Как бы отчего не вышло, она побоялась действовать самостоятельно, а передала решение вопроса министру аностранных дел Карлу Несельроду. Тот и спросил высочайшей монаршей воли и в феврале 1818 года положил резолюцию. Государь император изволит полагать, что приобретение всех островов и добровольное их поступление в его покровительство не только не может принести России никакой пользы, но и напротив, во многих отношениях сопряжено с весьма важными неудобствами. Так бесславно закончилась единственная попытка России утвердиться на островах Тихого океана. Ну а сегодня на этом все. С вами был канал Мистери. Опять же хочу напомнить, чтобы вы подписывались и следили за дальнейшими выпусками. До новых встреч.